В рейтинге стран по употреблению алкоголя Беларусь переместилась со второго места на 27-е. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Да, медленно, но все же удается вести борьбу с зеленым змеем. Алкоголизм – тяжелая болезнь, с которой очень непросто справиться и родственникам алкоголиков, и государству. Но все же в области за первое полугодие пьяная преступность снизилась на 16,5%. Как это удается, расскажет Наталья Ильинич. Добрый день. Почему распиваете алкогольные напитки в общественных местах? Извините, с похором только что. Законом запрещено распивать. Извините, мы только что похоронили моего соседа. Так, прошу всех подняться, сцепь мою руку, идите со мной на опорный пункт для составления декоративного протокола. Забирайте с собой бутылку. Три таких привода в милицию и человек, который злоупотребляет спиртным, попадает на учет правоохранителей. Его начинают перевоспитывать беседами и лекциями. Рассматривают на совете профилактики, ставят на учет к врачу-наркологу. И если ничего не помогает, направляют в лечебно-трудовой профилакторий, в мужской в Могилев или в женский в Горке. Но как такового лечения от алкоголизма там нет. Это скорее временная изоляция, которая дает возможность преодолеть зависимость. Правда, помогает это не всем. У Могилевчанки Марины отец в ЛТП уже третий раз. Мне без него намного лучше. Вот видите, ремонт началось делать. Так получилось, что когда я жила с отцом, он не работал, за квартиру не платил, питался моими продуктами. Как скандал, он меня вечно избивал. Я обращалась в сторону милиции. Сотрудники милиции мне всегда помогали. Могилевчанка Юлия Новикова в ЛТП отправила сына. И уже во второй раз первый срок лечения результата не дал. Добрый день. Расскажите, как у вас дела, что нового. Не скучаете по сыну? Конечно, без слез я не могу говорить об этом. Скучаю, конечно. Думаю, что ему там лучше, так как он себя вел. Это нехорошо. Слезы и переживания никому не идут на пользу. Женщина пьет таблетки и постоянно меряет давление. Тут же и тетрадка с записями показаний тонометра. А что нам государство может дать? Ну, только действительно вот этот вот трудовой этот лагерь. Ну, хотя бы это. Ну, чтобы он отдохнул от алкоголя. На профилактическом учете по алкогольной зависимости в Могилевской области состоит более 20 тысяч человек. 770 из них в этом году отправились в лечебно-трудовые профилактории. Житель Витебска Михаил Кузнецов попал в ЛТП в результате запоя протяженностью в полгода. Пил. Много пил? Много пил. Ну, много это сколько? Постоянно. Если я не спал, я думал о том, как выпить. Где выпить. А за что пил? Друзья, знакомые. Все просто. Михаил уже прошел курс реабилитации. Через месяц он вернется домой. Обещает устроиться на работу и больше не пить. Такие же планы и у Алексея. Мужчина в ЛТП уже полгода. Дома его ждет жена и семилетний сынишка. Было время подумать и, наверное, понять, что алкоголь – это только усугубление своей проблемы. Алкоголь делает хуже не только тебе, но и другим. Он не решает проблемы. Делает хуже семье, которая сейчас без меня. Лекарства, перевязочный материал и даже услуги врача-стоматолога. В ЛТП для постояльцев все это бесплатно. А ведь только попав сюда, многие впервые проходят обследование. Спустя какое-то время происходит некоторое переосмысление жизненных ценностей, осознание себя как другой личности. И, конечно же, получаются другие системы ценностей. И здоровье выходит на одно из первых мест. Условия быта тех, кто попадает в ЛТП, скромные без излишеств. Это стандартное спальное помещение, где проживают граждане, которые содержатся в ЛТП. У каждого гражданина есть тумбочка, место в тумбочке, где хранятся личные вещи. Также табуретка, где они слаживают вещи на ночь. Днем в помещениях пусто, все на работе. Трудотерапия – главное условие социальной адаптации. Профилакторий сотрудничает с 20 организациями. К концу заметна разница в человеке? Конечно, разница заметна. Она существенна. Начиная от внешнего вида и заканчивая их мировоззрением. Однако, выйдя из ЛТП, многие берутся за старое и возвращаются сюда и второй раз, и третий. Были и рекорды. Один постоялец лечился в Могилевском ЛТП 14 раз. По статистике, после этих профилакториев бросает пить лишь каждый пятый. Есть, приходят. Дайте, пожалуйста, написать заявление, чтобы досрочно отпустили моего мужа, либо мою дочь из лечебно-трудовой профилактории. Я хочу, чтобы она была дома. Если такая ситуация в семье, тогда они приходят. Семья оказывает помощь для трудоустройства и порядок. А если они приходят и остаются сами с собой, сами по себе, их никто здесь не ждет, они снова попадают в ЛТП. А потому проблемы алкоголизации населения ЛТП не решает. Необходимы комплексные меры. Это и пропаганда здорового образа жизни, и ограничения на продажу спиртного, и помощь общественных организаций. Только тогда преступлений по пьянке будет совершаться еще меньше. А в рейтинге стран по употреблению алкоголя мы сможем опуститься еще ниже, сохранив при этом здоровье людей.